Праздник Батизада Истории развития этого боевого искусства в крае всего несколько лет, но непривычная акробатика, национальная бразильская музыка и зрелищные состязания уже привлекли под крышу школы множество учеников. Здесь можно встретить школьников и студентов, грузчиков и офисных работников. Я считаю, что русские спортсмены больше чем многие расположены к занятию именно капоэры. Они более гибкие и более способные. Современная капоэра, в отличие от ее ранних форм, редко используется в боевых целях. Обычная практика – это бесконтактный бой, хотя существуют и чемпионаты мира по полноконтактной капоэре. В капоэре есть много аспектов. Естественно, кто какой аспект захочет себе раскрыть, тот и будет говорить. Например, если я пришел потанцевать, я буду говорить, капоэра – это танец. Если кто-то пришел научиться бить ногами, драться или общаться с человеком, он скажет, для меня это больше, чем танец. На тренировки ходят в основном дети и молодежь, поэтому большинство так называемых боев между ними проходит все же в форме парного танца с неспешным обозначением ударов. Зато когда в круг выходят опытные мастера, начинается зрелище, достойное любого ринга. Школы капоэры сейчас объединяют десятки тысяч людей по всему миру. Регулярно проводятся фестивали, семинары. Существует множество руководств, фильмов и даже компьютерные игры, где капоэристы дерутся на ринге. Все необычное и новое, как и положено, первым делом увлекает молодежь. И Владивосток, конечно же, не исключением. Константин Васильев, Александр Машталер, Вести регион.